Иерусалим В результате пострадали два человека, водитель автобуса и подросток. Пресс-служба полиции Израиля сообщает, что возле цветочных ворот старого города пограничная полиция задержала араба, бросавшего камни, проходящий транспорт и сотрудников полиции. Когда толпа попыталась помешать его аресту, пограничник сделал предупредительный выстрел в воздух. Полгода назад, в апреле, все начиналось так же. Арабская молодежь в Иерусалиме вела себя вызывающе и нападала на полицейских. Такое постоянство похоже на сезонное пострение у людей с неустойчивой нервной системой. Но если бы это было так, то это полбеды. На самом деле антиизраильский, хорошо продуманный и организованный пиар среди арабов-израильтян и палестинцев, живущих в Иерусалиме десятки лет, давит на больную мозоль, кому принадлежит этот город. Чья Иерусалим столица? Именно это стало официальной причиной обстрелов в территории Израиля в мае этого года радикальной террористической группировкой Хамас. И сейчас, похоже, начинается что-то подобное. К слову, Хамас базируется в Палестине. А как известно, палестинцы считают Иерусалим своей столицей. В Палестинской декларации о независимости 1988 года утверждается, что Иерусалим является столицей государства Палестина. В 2002 году председатель Палестинской национальной администрации Ясер Арафат подписал основной закон, в котором Восточный Иерусалим поразглашается столицей государства Палестина. Но парадокс в том, что государства Палестина до сих пор нет. Да, палестинская автономия существует, но это не государство, которое занимается судьбами граждан, строительством доступного жилья, детских садов, школ или больниц. Это скорее территория, где позволено жить и получать гуманитарную помощь людям из разных арабских стран и их потомкам. Колорита добавляет группировка Хамас, которая базируется в секторе Газы. Он нападает как на Израиль, считает его врагом номер один, так и на Египет и Иорданию, если это несет хоть какую-то выгоду. Израиль же со своей осторожностью старается никого не обидеть, не задеть права, опираясь на свои победы в арабо-израильских войнах 48-го и 67-х годах, которые носили оборонительный характер для израильтян. То есть были развязаны арабскими странами, опираясь на признание организации освобождения Палестины, Израиля как государства. Объявил Иерусалим единой и неделимой столицей в 1980 году. Но деликатность оказалась незамеченной. И если до этого основной претензией арабов был сам Израиль, что, дескать, государство это не должно существовать, то теперь после признания Израиля все претензии сместились на Иерусалим. Хотя спорить, по сути, тут не о чем. Еврейский царь Давид, о котором всем известно из Библии, отвоевал этот город у племени Иусеев еще за тысячи лет до нашей эры и провозгласил там Иудейское царство. И если история главный судья уже вынесли вердикт в пользу еврейского государства, то стоит ли с ней спорить? Как считаете вы? Оставьте свои комментарии под этим видео и делитесь своим мнением. Подписывайтесь на наш канал, дорогие друзья, и будьте в курсе событий, что происходит в Израиле. С вами был Александр Шишкин. С вами был Игорь Негода.